Здравствуйте! Вы смотрите Формулу Здоровья. С вами Мария Шматкова. Сегодня поговорим о том, кто такая адекватная мама или как не сойти с ума в условиях режима самоизоляции. Нашим спикером сегодня будет Юлия Бережанская, врач-педиатр Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Давайте разберемся в этой теме подробно. Давайте попробуем. Адекватная мама во все времена и в любые непростые ситуации должна быть в семье. Потому что именно от состояния мамы, от ее эмоций, от ее поведения, от ее каких-то поступков зависит и здоровье семьи, и благополучие семьи, и вообще обстановка в целом. Поэтому это, наверное, главный руководитель всех этих моментов, и от ее адекватности многое, что зависит. К вам часто ли обращаются ваши пациенты с тем вопросом, как сохранить адекватность, как не сорваться, когда у тебя не один, а двое, трое или четверо детей, они все разного возраста, и нужно каждому уделить внимание, с одним сделать уроки, другого накормить, с третьим поиграть, ну и так далее. Это такой бесконечный процесс, это практически 24 на 7. Это точно. Ну, конкретно с таким запросом, конечно, ко мне не обращаются, потому что я все-таки не психолог, не педагог. Но мы все эти вопросы обсуждаем, безусловно, с каждой мамой, в каждой семье, в контексте каких-то заболеваний, в контексте каких-то проблем. Потому что на маму сказывается, на ее состоянии, проблемы со здоровьем у ребенка, если есть какие-то сложности взаимоотношений между детьми. И вот эти все вопросы адекватности, спокойствия, здравого смысла, холодной головы, отдыха, кого как, куда распределить, практически с каждой мамой обсуждаем. Не в первую очередь, но во вторую обязательно. А могут ли болеть дети, если мама постоянно находится в таком режиме нервного срыва, очень раздражительно, может ли вот это психоэмоциональное состояние мамы, в том числе, вызывать проблемы со здоровьем у ее детей? Однозначно, проблема психосоматики существует. Она не на первом месте, но такое понятие нельзя отрицать, нельзя опровергать и нельзя про него забывать. Потому что если все причины исключены, медицинские, еще какие-то, но проблема не решается, то мы тогда работаем в этом плане. Смотрим, как и на что мама влияет, как ребенок на это реагирует и подключаем уже какую-то еще стороннюю помощь специалистов. Здесь важно, чтобы мама понимала в том, что идет за ее поступками. Потому что многие осознают проблему, но не находят в себе силы ее решать. То есть мама может быть тревожной, мнительной, каждый раз бояться совершать какие-то действия или наоборот давать свободу ребенку в плане условно не лечить какие-то состояния, а просто наблюдать. И вот эта тревожность, она нарастает, чувство вины сюда присоединяется. И в общем, это порочный круг, который достаточно тяжело разорвать. Сейчас мы все находимся в таких новых, совершенно непривычных для нас условиях. Большинство из нас находится на режиме самоизоляции. Дети не ходят в школу, не ходят в детские сады. Мы все, в общем-то, по сути, замкнуты в одном пространстве. И если раньше то время, которое мы проводили с семьей, казалось, вот-вот-вот кусочек его нужно выхватить, оно такое драгоценное, то сегодня этого времени предостаточно. И многие не совсем правильно понимают, как им необходимо распорядиться, чтобы не навредить ни себе, ни семье. Да, это острая проблема, острая ситуация. И я, в принципе, в нее погрузилась как раз-таки с началом изоляции. С одной стороны, это долгожданная возможность, когда нет суеты, не надо бежать, спешить, никаких там кружков, дополнительных каких-то занятий. И, в общем, нет никакой гонки. Можно выдохнуть и вроде как бы наслаждаться семейной жизнью, счастливыми моментами и всем, что с этим могло бы быть связано. Но по итогу все закрыты в четырех стенах. У некоторых проблема, что это еще ограниченная жилплощадь, когда там однокомнатная или двухкомнатная квартира, а жителей намного больше. И нет даже какого-то уголочка, где можно было бы спрятаться. Поэтому здесь нужна стратегия, нужен план действий. То есть здесь от мамы, конечно, много зависит, потому что большая часть помощников каких-то вроде папы или других членов семьи, как правило, работают или все равно не принимают главную роль в семье. Поэтому здесь зависит от мамы, как она продумает, как она простроит все вот эти моменты. Потому что без плана, без графика, без каких-то вот таких моментов продумать наперед какие-то шаги очень сложно. То есть все равно каждый день мы живем как последний, то есть решаем проблемы по ходу их поступления. Но какой-то план действий должен быть. Поэтому если у кого-то его нет, и он не считает это важным, то предлагаю все-таки задуматься. Как правильно его составить? Что отнести в разряд первоочередных задач и что можно сделать после? Как бы расписать, распланировать? Опять же, зависит от семьи. Потому что у меня есть свои важные моменты, на которые другая мама скажет, мне это не интересно, мне это не важно, я это делать не буду. А я потрачу всю силу и энергию именно для реализации этих каких-то задач. Точно так же с моей условной сейчас работой, хоть я и в декрете, но посты надо выкладывать, инстаграм вести, вебинары проводить. И это для меня сейчас важная часть моей жизни. Это для меня личное время. Это то, что дает мне силы, желание проживать этот день и, в общем, вдохновляет. Поэтому я и план недели строю, исходя из каких-то таких событий. И все остальные дела есть смысл распределить по важности. То есть то, что можно сделать обязательно и важно, мы их делаем в первую очередь. Идеально, когда это прописано. То есть одно дело, наш план в голове. Но когда мы его ручками напишем или нарисуем, как правило, идет несостыковка. То есть полный разброс. И пазл складывается только тогда, когда мы это можем оценить визуально. Что у детей, что у взрослых. Поэтому не ленитесь. Я раньше никогда ничего не планировала, никогда ничего не писала. И сейчас это в моей жизни очень кардинально поменялось. И у меня есть хорошие успехи в этом. Потому что без плана, без графика, без какой-то картины у меня не было бы сейчас каких-то таких результатов и достижений, которые есть на сегодняшний день. Ну, надо сказать, что у вас четверо детей. И кому, как не вам, все нужно четко распланировать. Все они разного возраста. Здесь, конечно, если несколько детей, очень важен график и режим. То есть если нет режима, то будет царить беспорядок, будет хаос. Это в отсутствии вообще какого-либо представления, что, зачем и как. Мама без ресурса. Мама не понимает и не знает, как действовать дальше. Дети, соответственно, и все члены семьи, и домашние животные, они тоже в этом хаосе творятся, живут. Поэтому важно простроить режим такой, какой удобен на сегодняшний день. Мы не будем говорить про режим в контексте здоровья, потому что сейчас режим может быть немножко другой. Кто-то раньше встает и раньше ложится, кто-то, наоборот, сейчас выбирает момент позже вставать и позже ложиться. Учитываем потребности возрастные ребенка. То есть идеально простраивать график от самого младшего из семьи. Сколько вашему самому младшему ребенку? Сегодня 6 месяцев. Поэтому режим нашей семьи крутится вокруг него. Когда встает, когда время бодрствования, когда спит в какие интервалы, сколько времени. И вот эти отрезки по времени я уже дальше дроблю на то, что и с кем я в этот момент могу делать. То есть если он спит, значит мне надо старших занять чем-то, чтобы было относительно тихо. Потому что иначе он его разбудит и будет хаос продолжаться. Будет хаос везде. Когда он бодрствует, наоборот, у меня есть первое время свободы, когда он может сам заниматься или старшие дети с ним занимаются. В общем, какое-то движение там сами себе они устраивают. И вот в зависимости от того, насколько свободны мои руки, я какие-то свои дела и общие дела семейные в этот график, в этот режим вписываю. Здесь важно понимать, что надо очень сильно снизить свои аппетиты и снизить ожидания. Потому что планируем, представляем, но все может пойти прямо ровно в противоположную сторону. Это надо иметь в виду изначально, чтобы не было вот этих вот срывов, что вроде бы все настроился, идешь, идешь, идешь по пунктам, а здесь там через 15 минут кофе улетело, цветок упал, и там все в каше, какие-то уры, крики, травмы, еще что-то, и уже никакого желания действовать по плану нет. То есть в таких ситуациях, наоборот, живем здесь и сейчас. Не пошло по плану, ну и бог с ним. У меня в один день, но что-то так же не состоялся вебинар, потому что все шло не туда. Он не делался. Все стали не своей ноги. Дети всячески меня раздражали, им попадало, интернет не работал, презентация не загружалась, вебинар не состоялся. Поэтому хорошо, что все вошли в положение, все люди, все все поняли. Ну как вы справляетесь с такими ситуациями? Кто помогает? Что помогает? Опыт и время. Раньше очень часто впадало в какие-то такие эмоциональные состояния, когда могла просто на пустом месте на кого-то вылить все то, что я копила. Это мог быть и маленький ребенок, к сожалению, и взрослый муж там, или еще кто-то, в общем, кто подпадал под горячую руку. Такие ситуации за собой влекут бесконечное чувство вины, когда потом ночами плачешь в подушку, жалеешь о сказанном, жалеешь о сделанном. И эти истории, события, они, конечно, вспоминаются сейчас. И я стараюсь до такого себя не доводить. Поэтому самый главный совет и рекомендация, и многие мамы к этому приходят, это здоровый эгоизм. То есть мама, в первую очередь, должна подумать про себя. Поела ли она? Выспалась ли она? Отдохнула ли она? Или еще что-то? Потому что если она про это не будет думать, и она этого не будет делать, за нее и для нее, как правило, этого никто не сделает. А если у мамы нет сил ни на что, то семья страдает. Страдает еще больше, потому что она вот в этом эмоциональном хаосе находится, никаких положительных эмоций, никакого желания делать что-то для кого-то. Потому что надо, в первую очередь, позаботиться о себе. Как первая тактика при каких-то ЧП. Надеваем маску сначала на себя, чтобы можно было оказать помощь тем, кто рядом, тем, кто в этом нуждается. Поэтому именно так. Не забываем поспать с ребенком днем, если он спит, если есть желание. Посуда никуда не убежит. Можно съесть пельмени иногда и не готовить три часа или еще что-то. То есть достаточно спокойно к каким-то моментам относиться. Я говорю очевидные вещи и простые вещи, но очень тяжело пройти и прийти к их реализации. Потому что я потратила на это, наверное, большую часть своей семейной жизни. То есть из 13 лет практически 14, я, наверное, только последние года 3-4 это активно практикую. А до этого все для всех. Туда побежала, сюда побежала. И не то, чтобы меня кто-то заставлял. То есть это было мое убеждение, что я должна сначала всех спасти и, может быть, потом когда-нибудь у меня дойдут руки до себя. И копила, срывалась, были проблемы. Сейчас этого, слава Богу, нет. Над этим работаем. Важно просить о помощи. Кого угодно. Детей, бабушек, дедушек, мужа, еще каких-то родственников. В нашем обществе не принято и стыдно просить о помощи. Особенно мамам. Она же сидит дома, ничего не делает. Отдыхает. Прекрасная отговорка. Да, да, да. К сожалению, многие с этим убеждением живут и самам, и сами мамы с этим убеждением тоже живут и стесняются сказать о том, что она устала. Целый день с ребенком сидеть, даже просто проводить время без каких-либо домашних занятий, там еще каких-то, с одним ребенком. Поэтому не стесняйтесь просить о помощи. обсуждать какие-то моменты заранее. Это в плане, опять же, изоляции, карантина. Вот возникла ситуация. Неизвестно, когда она закончится. Обсуждаем какие-то моменты. Кто выбросит мусор? Дети старшие есть, кому-то делегировали, кому-то показали, рассказали. С себя эту часть ответственности сняли. Кто-то помогает, идет в магазин. На ком-то собака, на ком-то стирка, на ком-то развешивание белья. То есть, когда вот эта часть обязанностей сваливается с плеч, есть глоток свободного воздуха. Опять же, дети благодаря этому в большей степени становятся самостоятельными и ответственными. Ну и это в том числе, да. То есть, сразу убиваются два зайца. Да. Можно сразу убить двух зайцев. На это тоже нужно терпение и время. Потому что легче и быстрее сделать самой, чем научить, показать, терпеливо 30 раз переделать и еще раз терпеливо показать, еще раз 30 раз переделать. Многие не встают на этот путь по этой причине. Многие с него сходят по этой же причине, что уже лучше сама, но вот без этого. А то кухня вся в грязи и еще хуже, чем дом и тя посуды, например, ребенком или еще кем-то. Вот. Поэтому важно искать какой-то вот такой вот баланс. Важно слышать себя и важно, конечно, слушать своих близких. Потому что очень много замалчивается и проблема общения, она, конечно, сейчас на первом месте. Ну, с учетом того, что все мы находимся в ограниченном пространстве, мы все вместе, и здесь все то, что раньше, то, о чем раньше не говорили, оно сразу же... Да, раньше можно было уйти, как говорится, подышать воздухом. Сейчас этой возможности практически нет. Очень много конфликтов. Как печальная статистика говорит о том, что возросло процент разводов на фоне вот этого, вот этой ситуации. Это, конечно, печально. Вот. Поэтому хочется, чтобы как-то все подумали про это и занялись профилактикой. Так, самое главное, научиться правильно планировать свое время и время своей семьи? Даже не то, что научиться попробовать. Потому что многие живут вот в этом, да, хаосе ежедневном, в день сурка, особенно если говорим про декрет. А сейчас, если есть декрет с несколькими детьми, то есть когда есть какое-то хотя бы 2-3 дела в день, они висят в голове. И вот их как-то... Сделал одно дело, галочку поставил, уже выдохнул. Уже есть результат, уже день не прожит зря. Уже не одно и то же. И важный момент еще про время на себя. Пишем это то же самое в списке дел. Любое хобби, любое то, что вдохновляет. Музыка, песни, танцы, не знаю, вышивание, вязание. Просто музыку какую-то послушать. Ванна 5 минут. И вписываем тоже в этот график. Потому что если мы не запланируем отдых, время для себя или отдых с семьей, оно не случится. Всегда будут на первом месте какие-то бытовые дела, которые вроде бы срочные. Срочно их надо сделать, иначе мир рухнет. Но мир не рухнет, да. Взять и 5-10 минут почитать книгу, поставить себе будильник, таймер, вот 10 минут засекли, сели, читаем. Это иногда спасательные минуты, которые дают какое-то успокоение, какую-то гармонию. Самое главное, чтобы в эти 10 минут никто не отвлекал. Ну, такое вряд ли может случиться. Но по крайней мере... Здесь, наверное, как раз-таки может прийти на помощь и муж, и старшие дети. Может прийти, может не прийти. Иногда можно просто попросить, дорогие мои дети. Можно воспользоваться чем-то экстремально запрещенным. Те же самые телефоны, гаджеты, мультики в благих целях. То есть тогда, когда маме нужна тишина. Можно воткнуть в уши наушники, включить 5 минут звуков природы. Тогда пусть они там орут, галдят, все что угодно, но вы их не слышите. Для кого-то мытье посуды – это релакс. Тогда это ваше место силы, там, где можно успокоиться. Надо найти что-то личное, что-то для себя, то, что дает. Потому что кому-то надо 20 минут в ванне, кому-то 5 минут побить подушку или, не знаю, покричать куда-нибудь. Важно это услышать, понять, найти в себе и уже реализовать исходя из своих потребностей. Но не забывать про это. Спасибо, Юлия. Не за что. За интересную, актуальную информацию. Я надеюсь, что ваши советы придутся кстати. Очень надеюсь, да. Всем желаю терпения и удачи. Особенно в условиях режима самоизоляции. Да, это точно. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Оставайтесь дома, смотрите телеканал Одинцова и берегите себя. До свидания.